Дорогие друзья, сегодня будет необычная тема. Эта тема касается моей поэзии, моих стихов. Хочу на данный момент вам предложить несколько произведений и буду потихоньку вас всех, мои друзья, подписчики и гости, знакомить с моим творчеством. Со стихами, в которых я столько много вложил, в свою душу, в свой ум, в грамматику рифм. Много не буду говорить, так как время у меня мало, начну с самого главного. Стихами я занимаюсь с девяти лет и по сей день песни начал писать с тринадцати лет. Исполнять, петь. В недалеком прошлом выучился в музыкальной школе по классу Домбры. Но это меня как бы не тяготило. Такому инструменту я перешел на гитару. Меня больше как бы ближе по духу не понравилась гитара. Ну что я исполняю пою, вы уже знаете. Много лирики, много жизненных песен и так далее. Вот у меня за эти годы скопилось вот такое количество тому. Вот таких количеств тому. Это еще не все. Тут так же стихи, песни. Я сейчас буквально разбираю свой архив. Меня так долго не было, потому что в интернете я не заходил. Я разбирал свой архив. И наткнулся на некоторые интересные работы, которые я вообще никому никогда не показывал, не читал, ничего. Я хочу из этих работ вам немного прочитать. В коробке у меня еще, в которой я еще не был, тоже находятся стихотворные вещи, поэмы, всякие стихи. Но правда, с нецензурной бранью. Это была как бы такая шалость моя небольшая. Поэзия занимался когда-то нецензурной бранью, писав свои произведения. Я их, конечно, вам читать не буду. Никаким образом. Если что, я их со временем, если мне удастся, конечно, я их перередаковать. Перередактирую как бы уже без мата, безо всего. Но это очень долго. У меня накопилось столько работы, что немножко вот прихворал кашу. Но это ничего. Это не коронавирус. Итак, вот тут произведение сколько? Раз, два, три, четыре, пять. Пять томов. Шесть, семь, восемь. Из этих работ сейчас я вам начну. Маленько, как бы, прочту. Итак, называется, вот наткнулся. Был написан в 2014 году, конечно. Это недавно. Вот, всего лишь шесть лет прошло. Но тут вот я написал такой... К нам в Дзержинск опять пришла зима. И вот я хочу вам прочитать. Слушайте. Понравится, если кому. Комментарии оставляйте и все прочее. Запорожит снежком наш по-зимнему город Облачит все деревья, пуховый наряд. Вот пришла и зима, с нею вместе и холод. И снежинки, как прежде, на землю летят. Хорошо, когда тихо морозное утро. На морозе снежок, как приятно, скрипит. А в постели подчас так тепло и уютно. И не надо куда-то идти и спешить. Наш Дзержинск снегопад ног опять окрыляет. День, который подряд валит снег напролет. Кое-как техника с улиц снег убирает. Лишь с Дзержинского площадь убрали все в срок. За лопаты взялись коммунальные службы. Все дороги, дворы, скверы чистят они. Снег в угоду зимы. Но убрать его нужно, чтобы автовладельцы проехать смогли. А зима – это все, как нарочно, не знают. Еще пуще Дзержинск завитает она. Только дети от снега души в нем не чают. Потому что, поскольку зима к нам пришла. Так что будем с детьми. Мы теперь эту зиму. Мы на лыжах, на санках кататься опять. На машинах своих поменяйте резину. И тогда в добрый путь. Новый год. Все встречать. Вот такой вот стих. Такой предновогодний. У меня затерялся. Но это еще и ладно. У меня много лет. У меня есть ряда к нам связи с нами. Хм. Есть ряда к нам. По prevalению в белой баллится, Что Analytics 2 типо. У меня нет. Продолжение следует...